Всем привет! Смотрите, как восстановить утерянные данные с нас хранилища на примере D-Link DSN 1100. Как достать информацию с диска вне рабочего самустройства. Как известно, у нас это сервер для хранения данных на файловом уровне. По сути, это компьютер с дисковым массивом, подключенный к сети. Данные, хранящиеся на устройстве, могут совместно использоваться всеми участниками этой сети. Устройства хранения данных становятся все более популярны, так как большинство из них используют RAID для более высокой козоустойчивости и сохранения информации. Но когда дело доходит до восстановления данных, не всегда понятно, что делать с таким массивом. Большинство устройств не имеют операционной системы и построение RAID-массива осуществляется с помощью контроллера, поэтому просто установить и запустить программу для восстановления данных в нем не получится. А в случае поломки нас устройства придется подключать диски к компьютеру с установленной операционной системой напрямую. Но просто подключить их к ПК и достать информацию без дополнительного софта у вас не получится. При подключении накопителей операционная система их не распознает и предложит инициализировать для дальнейшего использования. А в процессе инициализации данные, которые остались на накопителе, будут затерты и дальнейшее восстановление, скорее всего, будет неудачным. Ни в коем случае не делайте инициализацию, если не хотите потерять оставшуюся информацию. Восстановить утерянную информацию с NAS-хранилища вам поможет программа Hetman Raid Recovery. Данная утилита поддерживает восстановление утерянных данных почти со всех известных RAID. С ее помощью вы без труда вернете утерянную информацию. Она поддерживает файловые системы, используемые в Windows, Mac OS, Linux и Unix. Программа исправит любые ошибки логической структурой жесткого диска и вернет его содержимое. Если программе не удалось автоматически построить и отобразить RAID, как в нашем случае, придется ей немного помочь и указать дополнительные параметры в конструкторе для правильного построения массива. Я покажу, как это сделать на примере аппаратного RAID 5 из 5 жестких дисков, созданном на D-Link DSN 1100. Процесс построения RAID и его настройки на данном устройстве смотрите в другом видео. Ссылку я оставлю в описании. Смоделируем ситуацию выхода из строя NAS-устройства. В итоге у нас остались 5 жестких дисков с данными. Подключаем их напрямую к компьютеру с операционной системой Windows. Система видит их как неразмеченное устройство. Запускаем HATMAN RAID Recovery. Программа видит все диски, но ей не удалось автоматически собрать утерянный RAID. В таком случае придется воссоздавать его в ручном режиме. Принцип работы данной модели NAS заключается в том, что в начале диска контроллер записывает различную служебную информацию. А уже после расположено начало диска с разметкой MBR или GPT, что и отличает его от других контроллеров. Так как начало не является каким-то конкретным значением, его придется искать вручную. Для этого есть неизменные сигнатуры, по которым мы будем искать начало накопителя. Для MBR она имеет такой вид. И для GPT следующий. Но так как данный тип контроллера записывает информацию в нестандартном виде, он берет каждые 4 байта и разворачивает их зеркально. Нужно будет изменить эти сигнатуры. В зависимости от типа RAID массива начало диска может лежать как на одном, так и на нескольких дисках. В нашем случае с RAID 5 начало диска размещено только на одном из накопителей. Если вы знаете разметку и порядок дисков, из которых состоял ваш массив, начинайте поиск с первого накопителя. Если порядок и разметка неизвестна, нужно искать на каждом устройстве. Сначала по MBR сигнатуре, а затем GPT. Открываем диск в HEX редакторе. В программе есть встроенный редактор, и вам не придется искать дополнительный софт. Кликаем по диску правой кнопкой мыши и выбираем открыть в HEX. Служебная информация не занимает большого объема. Поэтому не стоит ждать завершения процесса поиска. По истечению небольшого промежутка времени переключаемся на следующий диск. Если по MBR сигнатуре найти начало диска не удалось, повторяем поиск по GPT. И если поиск не дал результата, ищем обратный 4-байтовый. В нашем случае начало массива оказалось на втором накопителе. Исходя из найденной сигнатуры, можно с уверенностью сказать, что диск имеет MBR-разметку. Запоминаем номер сектора. Теперь можно приступать к построению массива. Открываем RAID конструктор. Далее. Создание вручную. И указываем все известные параметры. Тип RAID. Порядок блоков. Размер блока. Добавляем диски, из которых состоял массив. И указываем их порядок. В моем случае контроллер NAS каждые 4 байта записывает в зеркальном виде, переворачивая их. Поэтому я указываю этот параметр. Обратный 4-байтовый. Осталось указать смещение, по которым находится начало диска. Мы уже его определили ранее. Жмем правой кнопкой по диску. Изменить смещение. Размер диска. В строке OFFSET указываем номер сектора для всех накопителей. А затем добавить. Если вам неизвестны все дополнительные параметры, достаточно указать только тип массива и смещение. Остальные параметры программа подберет автоматически. Но этот процесс займет немало времени. После добавления RAID массива, он появится в менеджере дисков. Сканируем диск. Жмем правой кнопкой мыши по накопителю. Открыть. Выбираем быстрое сканирование. В случае успеха это займет меньше времени. По завершении, программа отобразит найденную информацию в этом окне. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти данные, выполните полный анализ. Затем отметьте файлы, которые нужно вернуть. И нажмите Восстановить. Укажите путь, куда их сохранить. И еще раз Восстановить. По завершению, все файлы будут лежать в указанной папке. Даже с двумя поврежденными накопителями. В программе удалось восстановить часть целых файлов. В процессе построения массива в RAID конструкторе, помимо рабочих дисков, нужно добавить пустые, соответствующие количеству вышедших из строя накопителей. Как известно, при выходе из строя более одного диска с данного типа RAID, он стоит полностью неработоспособным. Поэтому программа показала хороший результат, восстановив оставшуюся информацию. Восстановление данных с RAID массивов на базе NAS довольно сложный процесс. Очень важно знать, что делать и использовать надежное программное обеспечение, так как при малейшей ошибке можно потерять всю информацию. Не забывайте регулярно делать резервное копирование. Это поможет уберечь от потери важных данных. Вне зависимости от типа устройства и контроллера, на котором собранный RAID массив, следуя данной инструкции, вы сможете восстановить свою информацию. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.